В данном видео мы научимся определять наличие подключения к интернету через командную строку, а также решим проблему открытия веб-страниц, установив несколько актуальных браузеров для Windows XP. А перед тем как начать, я хотел поблагодарить всех, кто подписался на мой канал. На канале набралось более 100 подписчиков, и теперь можно использовать собственную ссылку. Данное видео будет продолжением первой части про Windows XP, где мы решили проблему с отображением сайтов Windows XP, а также обновили корневые сертификаты, установили SP3, браузеры Iron 49 и Mozilla 52, а также ставили все последние обновления. Ссылка на первую часть сейчас появится на экране, а также будет в описании. В первом видео все же остались сайты, которые невозможно открыть в браузерах Iron и Mozilla. В данном видео мы научимся определять, работает ли интернет, и попробуем два браузера, которые по-прежнему поддерживают Windows XP. Это китайский браузер 360 Extreme Explorer и браузер MyPal. И протестируем их на популярных сайтах. Для чистоты эксперимента произведем чистую установку операционной системы на виртуальную машину. Характеристики виртуальной машины, двухъядерный процессор, 2 гигабайта ОЗУ, 1 гигабайт видеопамяти. Итак, установка Windows XP в очередной раз успешно завершена. Для начала проверим наличие доступа в интернет. Для этого нажмем пуск, выполнить, и в появившемся окне нужно ввести команду SMD. Откроется командная строка, в ней вводим pingya.ru. Данная команда запустит бесконечный пинг до сайта Яндекс. Если пинг проходит, значит сайт Яндекса должен открываться. Соответственно, интернет работает. Также, пошевелив интернет-кабель во время выполнения команды пинг, можно определить, хорошо ли обжат коннектор. При плохой обжимке будут появляться потери и ошибки сети. А также это будет видно на значке сетевого подключения. Если пинг не проходит, то проверяем интернет-кабель и наличие подключения к сети. Если оно отсутствует, нужно установить драйвер и убедиться, что сетевая карта исправна. Кстати, если скорость равна 10 мегабитам, это может означать, что поврежден кабель или плохо обжаты коннекторы. В современное время скорость подключения в зависимости от оборудования и кабеля будет равна 100 мегабитам, либо 1 гигабиту. Итак, работоспособного браузера у нас нету, будем выкручиваться. Нам нужно установить краневые сертификаты. Для этого введем в адресной строке интернет-эксплойера или же через пуск выполнить данную ссылку. Файл нужно будет скачать и запустить. По завершению работы обновления краневых сертификатов не выдаст никаких уведомлений. Это нормально. Если у вас не самый слабый компьютер и стоит Windows XP SP3, то сразу же пробуем китайский браузер 360 Extreme Explorer, который имеет самое свежее ядро на данный момент и при этом поддерживается Windows XP. В моем же случае, так как я установил Windows XP SP2, браузер 360 при установке выдаст ошибку и мне необходимо будет поставить обновление SP3. Для этого переходим на сайт обновления Windows и ищем XP SP3. Выбираем нужный язык и скачиваем. Продолжение следует... Продолжение следует... После установки SP3 мы можем установить 360 Extreme браузер. Продолжение следует... Продолжение следует... Сменяем поисковик. Нужно поменять место сохранения файлов, чтобы избежать ошибок из-за неправильного имени пути. Во вкладке Lab подключим 360 Huabao, чтобы избавиться от китайского скринсейвера, встроенного в браузер. Для слабых компьютеров есть браузер на базе Mozilla под названием MyPal. Сейчас мы его скачаем и проверим, сможет ли он открыть наши тестовые сайты. Проверим несколько сайтов, которые вы писали в комментариях к прошлому ролику. Первый сайт будет WhatsApp Web. Он открылся на обоих браузерах без каких-либо проблем. Сайт ВКонтакте открывается, но жалуется, что браузеры устарели. Третьим сайтом был TikTok. И что вы думаете? Сайт TikTok убил енота на повал. TikTok заработал нормально только на 360 браузере. А вот магазин DNS отобразился нормально только на еноте. Выходит, что нужно иметь сразу несколько браузеров. Если они откроются в одном, то скорее всего откроются в другом. Все ссылки из видео будут в описании. Если ролик был полезен, награди автора подпиской. Спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok